Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие наши телезрители! Сегодня у нас воскресный день, 16 августа. Сегодня продолжается Успенский пост. Впереди у нас на этой неделе великий двунадесятый праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И вот Успенский пост, который начался 14 августа, вот он завершится 28 августа. Это самый такой маленький пост в календарном нашем церковном году, но он строгий сам по себе и приравнивается к посту, великому посту, которым предваряется великий праздник Пасхи, Светлого Христового Воскресения. И во время Успенского поста, который мы посвящаем Пресвятой Богородице, Ее Успению, Ее Отшествию в небесную славу, мы этот пост посвящаем именно ей. И во всех наших храмах совершается богослужение. Верующие люди спешат, как я уже сказал, в короткий этот пост, промежуток времени постного, исповедоваться, причаститься к святых христовых тайн. Ну и я немножко хочу рассказать о предстоящем празднике, который мы будем праздновать совсем скоро, преображении Господним. Во всех храмах 18 вечером и 19 утром будут совершаться праздничные богослужения. И вот перед тем, как немножко поговорить об этом празднике, я зачитаю евангельский отрывок от Матфея, хотя все евангелисты говорят об этом событии. Но прочитаю отрывок Евангелия от Матфея, глава 17, 1, 9 стихи. По прошествии дней шести взял Иисус Петра и Акова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда он еще говорил, «Се облако светлое осенило их, и сеглас из облака глаголюще, сей и Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о семь видений, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Вот евангельское повествование, которое мы будем читать, праздник преображения Господня. Все, в принципе, понятно. И вот событие, это преображение Господня произошло за 40 дней до страданий Христа. И вот раньше этот праздник, он как бы был прикреплен к празднику Пасхи, Светлого Христового Воскресения. Но позже как-то так получилось, что этот праздник обособился и стал таким самостоятельным событием, учитывая, что каждый год этот праздник совпадал с всегда на время Великого Поста. И вот мы знаем, что на протяжении трех с половиной лет Иисус Христос учил своих учеников. Он показывал чудеса, он говорил некие вещи, которые многим были тогда непонятны. Многие его называли философом, кто-то называл его пророком, и даже апостолы не прозревали в нем Бога. Хотя за ним ходили, хотя видели многие чудеса, даже и события, когда Христос воскрешал из мертвых, исцелял больных, но им этого было мало. И вот накануне своих страданий Господь берет трех учеников своих, ближайших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и поднимается с ними на одну из высоких гор, находящихся недалеко от Галилеи, гора Фавор. И вот перед этими учениками Он преображается. Что же происходит? А апостол Евангелист Матфея описывает это так, что одежды его сделали белыми, как свет, как снег, и из него исходил необычайный свет. То есть Господь апостолам, Петру, Иакову и Иоанну, показал свое божество настолько, насколько они смогли это вместить. И они описали это тоже довольно так, ну, как-то так скупо. Вот можно было как-то более ярко описать, что вот, но они описали, что вот, да, сделались, что они увидели Христа в необычайной славе. А рядом со Христом, когда они увидели Христа в этой божественной славе, они увидели двух ветхозаветных пророков, каким-то образом прозрели этих двух ветхозаветных пророков. пророка Моисея, который жил за 1600 лет до Христа, и пророка Илью, который жил за 900 лет до Христа. И вот они о чем-то беседовали. Богословы говорят, что они беседовали о предстоящих страданиях, которые придется претерпеть Христу. И вот апостолам, нужно сказать, настолько стало хорошо, видя, находясь вот в этом нетварном, божественном свете, который исходил от их ученика, от их учителя Иисуса Христа, им стало настолько хорошо, что они сказали, Господи, хорошо нам здесь быть. Давай здесь сделаем три кущи, то есть поставим здесь три палатки. Одну тебе, одну Моисею и одну Илье. То есть им настолько стало там хорошо, вот в этом божественном свете, что они не захотели никуда уходить. И вот они пали ниц. И когда они уже очнулись, потому что вот это божество их настолько просветило, просияло, что они на какое-то время, возможно, даже потеряли сознание. И когда они пришли в себя, они уже видели Христа в обычном виде. И начали спускаться с горы. Но Господь им так строго-настрого сказал, никому об этом не рассказывайте, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. То есть Господь избегал всяческой славы. Когда Он исцелял больных, когда Он делал какие-то чудеса, Он это делал не на показ, не для какой-то славы и почести себе, а Он это делал сугубо с какой-то благой, доброй миссией. И вот показав свою славу, преобразившись пред апостолами и учениками, Он показал им, что Он не обычный человек, что Он не просто бродячий философ, который учит каким-то важным истинам, что Он настоящий Бог, что Он Бога-человек, Бог, принявший человеческую природу. И вот когда уже Христос воскреснет из мертвых, апостолы об этом уже засвидетельствуют, они об этом скажут, что да, мы видели Его чудеса, мы видели многое, но мы видели Его еще преображенным. Мы видели Его в божественной славе, в божественном свете. И вот еще, что хотелось бы сказать в связи с этим праздником. Вообще, жизнь человека, она должна, жизнь, душа человека, так правильнее сказать, душа человека, она должна преображаться. Человек должен стараться совершенствоваться своей жизнью. И почему это есть время постов, когда человек действительно должен немножко заглянуть внутрь себя. Потому что мы где-то плывем поверху, а в глубинку где-то внутрь себя заглянуть, не хватает нам времени. И вот действительно, Господь нам дал заповеди, сказал, как Он сказал, сказал, что да просветится свет ваш предчеловеке. Он сказал апостолам, но в том числе каждому христианину, пусть просветится свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного, который есть на небесах. То есть свет, который Господь показал апостолам и ученикам, этот фаворский свет, мне когда учил Григорий Палама, святой, который жил в 15 веке, в 14-15 веке, этот свет, эта благодать Божия, человек может стяжать в себе, в своей жизни, в своей душе. И вот недавно мы праздновали память Серафима Саровского. Он сказал, что цель человеческой жизни – это стяжание этого света, это стяжание благодати Святого Духа. А какие дары Святого Духа? Какие дары этого света, которые человек может принимать в свою душу? Это мир, радость, покой, долготерпение. И человек вот эти дары, он может стяжать, конечно, только благодаря какому-то своему внутреннему движению вперед. Когда человек старается жить по-христиански, когда он прощает обиды, когда он старается навести порядок в своей душе, в своей семье, когда он старается быть добросовестным, скажем так, на работе исполнять свой долг добросовестный, когда он прощает обиды, прощает ошибки других. Это человек вот через эти, казалось бы, простые дела, простые дела, и обыденные, и естественные, и каждодневные, он призывает на себя благодать Святого Духа. И наоборот, когда человек лжет, когда человек сквернословит, когда человек делает какие-то плохие поступки, греховное, когда он идет против своей совести, тогда человек, наоборот, отгоняет от себя этот свет, и тогда в душе появляется тьма. И эту тьму иногда люди пытаются всячески заглушить. Кто-то спиртным, кто-то какими-то греховными другими деяниями, да, как-то вот человеку надо, или увеселительными какими-то там, да, вот-вот. Ну, не хватает человеку света, надо же где-то его найти, надо же где-то заполнить пустоту, которая в душе. И вот эта пустота, она заполняется только Божественным Светом, которое человек стяжает своей жизнью через добрые дела, через молитву, через церковные таинства. И поэтому жизнь человека, она должна устремляться только вперед. И даже где-то, если мы и падаем, и оступаемся, все равно нужно вставать и идти вперед. Потому что если человек, он не может стоять на месте. Человек либо идет вперед, к свету, к счастью, либо он идет назад. То есть, движение, человеческая жизнь, это движение куда-то, либо вперед, либо назад. И вот праздник преображения Господня призывает нас идти вперед, идти к свету, к тому свету, который видели апостолы, и который, эту благодать, этого света, человек каждый может получить, совершая простые добрые поступки, простые добрые дела. Поэтому с наступающим всех праздником, этот день еще называется яблочным спасом в народе, мы освящаем в эти дни яблоки 18-19 августа. Но суть праздника все-таки в глубине этого события. А яблоки – это добрая, благочестивая традиция. Начатки овощей, плодов, простите, мы приносим в церковь, мы освящаем их и идем домой с освященными фруктами. С наступающим праздником! Мира, здоровья и благополучия всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok